Встреча с медициной 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 В соответствии с территориальной программой государственных гарантий пребывания мамы любого взрослого, допущенного по уходу за ребенком в возрасте до 4 лет, абсолютно бесплатно, мама ставится на питание, выделяется отдельное койко-место. В первой клинической больнице по ОМС в год проводится 2500 операций по замене глазного хрусталика. С каждым годом расширяется список оказания бесплатной помощи в больнице имени Соловьева. Все это осуществляется под постоянным контролем со стороны Фонда обязательного медицинского страхования и страховых компаний. Страховые компании оценивают нашу работу выборочно, осуществляя проверку этих историй болезни. Если есть какие-то замечания, то они вправе нас оштрафовать. Для того, чтобы облегчить доступ застрахованных лиц к информации и показанию бесплатной медицинской помощи, на территории области по поручению главы региона Дмитрия Миронова с 1 марта начала свою работу горячая линия территориального фонда обязательного медицинского страхования. Теперь, позвонив по телефону, который вы видите на экране, можно круглосуточно и абсолютно бесплатно получить помощь квалифицированных специалистов. Очень важно, чтобы обеспечение защиты было защитой прав на бесплатную медицинскую помощь. Это был комплексный проект. Это не просто специалисты фонда, это не просто специалисты страховых компаний. Безусловно, могут участвовать и специалисты медицинских организаций. Каждое обращение строго фиксируется, и даже если вы не дозвонились в рабочее время, ваш вопрос будет записан, после чего оператор-специалист свяжется с вами, чтобы оказать всю необходимую помощь. Ну что ж, Михаил Александрович, вот посмотрели мой сюжет, заработала горячая линия. Давайте все-таки попробуем разобраться, что же входит в перечень обязательного медицинского страхования, какие гарантии нам дает страховой полис. Во-первых, Александр, я хотел вас поблагодарить, потому что вы в своей передаче поднимаете, на мой взгляд, очень важный и, я не скрою, очень сложный вопрос. Ну, наверное, сейчас мы ответим, отвечу на ваш вопрос, но сразу скажу, что на одной передаче будет мало, поэтому мы коснемся только общих вопросов. Итак, полис обязательного медицинского страхования является юридическим документом, который подтверждает заключение договора страхования на обеспечение бесплатной медицинской помощи владельцу этого полиса. Гражданин, имеющий полис обязательного медицинского страхования, имеет полное право на получение бесплатной медицинской помощи в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования. А на территории субъекта, каждого субъекта федерации, такая программа принимается постановлением правительства субъекта. На нашей территории, естественно, постановление правительства Ярославской области. Эта программа содержит исчерпывающую перечень заболеваний, которые подпадают под гарантии социальной защиты и под гарантии бесплатного оказания медицинской помощи. То есть в другом субъекте эта программа может отличаться от нашего субъекта? Она может отличаться, но очень хорошо вы на это обратили мое внимание. Да, и внимание граждан наших ярославцев, зрителей. Потому что есть так называемая базовая программа. Базовая программа утверждается на территории Российской Федерации, постановлением правительства Российской Федерации. И она единая. Так вот, на территории всех субъектов федерации, это требование постановления правительства Российской Федерации, территориальные программы не могут быть меньше базовой программы. Поэтому программа государственных гарантий, программа обязательного медицинского страхования, это часть программы государственных гарантий, они во многом похожи, поскольку, естественно, отталкиваются все от программы государственных гарантий, утвержденные постановлением Российской Федерации. Что же все-таки входит туда? Ну, самые банальные случаи, да, значит, программа обязательного медицинского страхования предполагает оказание бесплатной медицинской помощи в нескольких видах условий, да, по видам и условиям. Амбулаторно-поликлиническая помощь. Я хочу обратить внимание, что страховым случаем в амбулаторно-поликлинической помощи в том числе являются профилактические посещения. И даже сейчас мы будем... Это медицинские осмотры. Именно так. И даже сейчас, я знаю, знаете ли вы или нет, но наши жители должны знать, разворачивается программа диспансеризации, которая тоже является страховым событием, страховым случаем. И граждане, прошедшие диспансеризацию, оплачиваются в системе обязательного медицинского страхования. Поэтому для большинства, если не сказать для всех застрахованных, прошедших диспансеризацию, она абсолютно бесплатна. Абсолютно бесплатной является круглосуточной помощь в оказываемом условии круглосуточного стационара. Но при заболеваниях, травмах, которые являются также страховым событием. Помощь в условиях дневного стационара. Если совершенно справедливо было показано в вашем сюжете, даже высокотехнологичная медицинская помощь, она тоже входит в программу, в базовую программу обязательного медицинского страхования. Оговоримся, отдельные виды. И, наверное, ключевой вопрос, а как разобраться, что входит, что не входит. На самом деле, как и сказал в начале своего выступления, это очень тяжело. Поэтому, чтобы разобраться практически в этом вопросе, мы все-таки рекомендуем, как можно чаще обращаться к специалистам и использовать возможности сегодня горячей линии. Это контакт-центр, который открылся при территориальном фонде? Абсолютно верно, который открылся при территориальном фонде. И, повторюсь, наверное, этот центр имеет возможность связаться со всеми страховыми компаниями, действующими на территории субъекта. А вот человек, который туда звонит, на кого он попадает, кто ему дает ответ, и какие ответы, и в течение какого времени он может ему дать ответ? Да. Значит, любое лицо, обратившееся по телефону горячей линии, имеет право задать любые вопросы его интересующие. И в этом плане не надо стесняться. Потому что то, что волнует, то и нужно спрашивать. На мой взгляд. Далее. Специалист контакт-центра призван четко определить, этот вопрос, который адресован ему, он имеет всеиминутное значение. То есть он и может быть решен прямо сейчас, что называется, пока пациент звонит, или буквально в течение ближайшего времени. Либо этот вопрос требует действительно детального рассмотрения уже особенностей течения заболеваний и так далее. И дальше мы выстраиваем с абонентом уже соответствующую тактику. Тактика может быть разная, могут быть совершенно различные. В зависимости от характера звонка. Где мне получить полюс, например? Полюс вы можете получить в страховой компании по таким адресу. Ну, это что касается быстрой ответа. Это быстро. А если требует разобраться в ситуации? Мне предлагают, такие звонки тоже бывают, мне предлагают заключить договор на платные медицинские услуги. И здесь понятно, в онлайн этот вопрос рассмотреть, как правило, невозможно. Тогда предлагают обратиться либо в страховую компанию, либо прийти на прием в территориальный фонд с медицинской документацией, где мы уже специально посмотрим на те показания, те основания для получения бесплатной, а может быть, действительной основания платной медицинской помощи. Вообще, надо сказать, что медицинские организации в соответствии с действующим законодательством имеют право на оказание платных медицинских услуг. Ну, а об этом мы сейчас чуть попозже поговорим. Михаил Александрович, вот у нас мы работаем в прямом эфире. Я напоминаю, что телефон прямого эфира 744-636. У нас есть первый звонок от наших телезрителей. Давайте послушаем. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, вот мы, меня с моим ребенком только что выписали из больницы, и подскажите, где я могу получить полис для новорожденного, и вообще окажут ли ему помощь, вот если сейчас там что случится? То есть, да, вот новорожденная ситуация. Ну, вот ситуация, которую только что мы сейчас проговорили. Первое, если вас выписали из лечебного учреждения, то есть до тех пор, пока вы не получили полис обязательного медицинского страхования, оплата услуг медицинской помощи, оказыванного новорожденного, осуществляется по полису МАМА. По полису МАМА? По полису МАМА. Сразу же. Сразу же. Ну, если у вас есть сейчас документы, вы получите свидетельство о регистрации, свидетельство о рождении, вы получите с НИЛС и так дальше, да, то есть вы можете прийти в любую страховую компанию, действующую на территории области, их четыре. Вся информация находится на сайте фонда, да, и предъявив соответствующие документы и паспортные данные родителей, вы можете получить полис обязательного медицинского страхования. В течение какого срока? Сначала тут же при вас выписывается временное свидетельство, которое является эквивалентом полиса, и с ним уже можно получать сразу медицинскую помощь по этому временному свидетельству. В течение месяца, обычно это недели две, как правило, да, придет из госзнака полис обязательного медицинского страхования, вы его получите, будете получать медицинскую помощь по полису. Скажите, пожалуйста, гарантирует ли программа ОМС получение бесплатных лекарств? И какие категории попадают? Спасибо, очень важный вопрос. Программа обязательного медицинского страхования гарантирует получение бесплатной медицинской помощи, это так. Дальше следует рассмотреть, а где и какие, при каких условиях есть бесплатное лекарственное обеспечение. На бесплатное лекарственное обеспечение существует приказание медицинской помощи в условиях круглосуточного стационара. Первое. Бесплатное медицинское лекарственное обеспечение существует в условиях дневного стационара. Амбулаторно-поликлиническая помощь не предполагает бесплатного оказания лекарственными препаратами. Но что предполагает амбулаторно-поликлиническая помощь в рамках программы обязательного медицинского страхования? Проведение необходимых диагностических исследований. А вот расходные материалы, связанные с этим диагностическим исследованием, естественно, осуществляются бесплатно. Бесплатно. Да. Поэтому мы часто вынуждены слышать или обращения наших ярославцев, да, а там вот предлагают нам заплатить за те или иные виды анализа, которые врач считает необходимым провести при проведении диагностики. Так вот, все диагностические исследования, которые проводятся при обращении пациента по поводу страхового события, страхового случая, являются бесплатными в системе обязательного медицинского страхования. То есть мы имеем на это право? Вы имеете полное на это право. Понятно. Скажите, пожалуйста, у вас всегда интересовало такой вопрос, откуда все-таки образуются финансовые средства обязательного медицинского страхования. Это наши деньги, которые мы платим, да? Любые финансовые средства, идущие на систему государственного обеспечения, это наши деньги. Да, значит, это система государственного страхования. И цель ее системы государственного страхования, да, не допустить ухудшения финансового положения лиц, попавших в какую-то сложную ситуацию, да, на что распространяется мера социального страхования. Так вот, понятно, в составе социальных выплат с работающих граждан эти денежные средства идут, ну, раньше это же был, скажем так, пенсионный фонд, сейчас это будет система налоговой службы, да. За неработающих граждан средства системы обязательного медицинского страхования числяет наш бюджет, субъект федерации. И это действительно достаточно серьезная сумма, которую мы платим в федеральный фонд, и потом они к нам возвращаются уже к консолидированным объемам. А нет разницы работающим и неработающим? Вот такую же медицинскую помощь в том же объеме получают? Вы знаете, идея социального страхования как раз в этом и заключается, что гарантии распространяются вне зависимости от социальной принадлежности гражданина, да, богатый ли он, бедный ли он, олигарх ли он, работающий ли он, неработающий ли он, неважно. Если программа предусматривает соответствующую перечень условий в соответствии со стандартами и порядками, то при наступлении страхового получения медицинская помощь должна быть едина. Ну что ж, давайте прервемся немного и узнаем, что делается в мире медицины. Субтитры создавал DimaTorzok Руководитель федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев рассказал об успехах ведомства в области снижения цен на лекарства. Ранее сотрудники ФАС обнаружили, что в других странах некоторые лекарства продаются по значительно меньше, чем в России цене, и предложили производителям снизить стоимость препаратов. Итогом этого стало уменьшение цены на 150 лекарственных средств. В хирургическом отделении медицинской клиники МГУ сборная бригада врачей за один раз сделала 61-летнему мужчине сразу четыре операции. В течение восьми лет он страдал раком почки. Кроме этого, у пациента также было воспаление желчного пузыря. А при обследовании медики обнаружили, что рак поразил еще два органа – толстую кишку и простату, которые пришлось удалить. Вмешательство продолжалось около четырех часов. Врачи сообщили, что все прошло хорошо, кровопотеря небольшая, метастаз найдено не было. Остается добавить, что подобные операции никто в мире ранее не проводил. Ну что ж, как видели, последние четыре операции сразу за одну провели абсолютно бесплатно. Вот такие чудеса у нас бывают. А у нас есть еще один звонок. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Говорите, пожалуйста. А вот у меня такой вопрос. Вот я болен хобу, но бесплатных ингаляторов мне не выписывают. Говорят, была бы астма или инвалидность. А хобу от астмы отличается на вдох и выдох только. А куда-то обращались вы за бесплатными лекарствами? В поликлинику свою, в поместью жительства. И вам отказывают, да? Да. Покупай за свои деньги. Спасибо. Спасибо за вопрос, Михаил Александрович. Вот эта ситуация. Вы знаете, такие ситуации, наверное, встречаются, да? И нередко. Дело в том, что порядок выпуска льготных лекарственных препаратов, он очень жестко регламентирован федеральным законодательством. И если сегодня больные с хобулу, вот если действительно эта информация имеет место быть, и она действительно такова, что только астма или пист, просто не совсем вопрос относится к МС, да? Но, тем не менее, значит, я думаю, что сейчас эти вопросы рассматриваются в любом случае, да? И будет организована какая-то помощь. Но если у пациента вдруг, не дай бог, ухудшается состояние, то, понятно, он будет поступать в учреждение до дневной стационарного условия другого, круглосуточного стационара, да? И там будет им оказывать бесплатно. Так. Значит, почему или по каким основаниям пациента не выписывают хобулу при наличии льготных лекарственных препаратов? Я думаю, что этот вопрос я себе запишу. Значит, если вы мне передадите этот номер, мы просто разберемся детально и ответим уже за рамками эфира нашему абоненту. Ну что ж, мы попросим нашего абонента перезвонить нам после эфира и оставить свой номер телефона, чтобы с вами связались с фонда обязательного медицинского страхования. Мы продолжаем. Скажите, пожалуйста, вот что делать в случаях, если человека просят оплатить какую-то медицинскую услугу? Куда обратиться за консультацией? Спасибо за вопрос. Действительно, этот вопрос, который, скажем так, тоже нередко возникает у наших ярославцев. Знаете, есть, отвечу на него, но я просто приведу поговорку, которая достаточно широко известна. Болезнь иногда бывает, а чаще всего бывает, проще предупредить, чем лечить. Так вот, я ее немножко перефразирую. Я скажу, что если вам предлагают оплатить какую-то медицинскую помощь, лучше проконсультироваться до того, как вы ее оплатили. Поэтому можно смело рекомендовать звонить на горячую линию. 8 800 350 76 76. Абсолютно верно. Задавать вопрос, интересующий вас. И я думаю, что мы сможем разобраться, в каких условиях, по каким причинам вам ее предлагают раз. И имеете ли вы право на бесплатную медицинскую помощь по тому или иному поводу. Тогда вот такой вопрос. Может ли обязательно медицинское страхование возместить расходы, затраченные на лекарственные средства, рекомендованные врачом коммерческой клиники? Конечно, нет. Нет. Конечно, нет. То есть, это уже мы ответственность на себя берем. Именно так. Если мы действительно купили эти... Законодательство, действующее в системе оказания медицинской помощи, в системе здравоохранения, полностью отдает право выбора гражданину на платную либо бесплатную медицинскую помощь. Если гражданин для себя принимает решение обратиться в частную медицинскую организацию, то, конечно, в этом случае расходы, заказанные там медицинской помощи, система обязательного медицинского страхования на себя взять не может. Как и не может на себя взять все расходы, которые он понес при приобретении медикаментов, расходных материалов, ну и так далее. Все понятно. У нас есть еще один звонок. Давайте послушаем. Алло, здравствуйте. Да. Вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста. Вот скажите, пожалуйста, я инвалид второй группы. У меня сахарный диабет и гипертония. И вот, когда я лежу в больнице, стараюсь два раза в году лежать. И мне, значит, отвечают так. Или диабет лечить, или гипертонию. Вот. Как в этом? Или ищите такую страховую компанию, чтобы она оплачивала за вас все. А, то есть вы лежите с какой-то определенной болезнью, то ли с диабетом, да, то ли с гипертонией два раза в год. Я лежу на Липовой во второй больнице. По месту жительства. Спасибо. Спасибо за вопрос, Михаил Александрович. Вопрос понятен? Абсолютно понятен. Значит, в системе обязательного медицинского страхования действительно имеют право на бесплатную помощь по перечню заболеваний, которые я обозначил. У нас и гипертония, и сахарный диабет входят в систему. Входят. Естественно. Теперь как разобраться, вот что называется на примере, да. Значит, вообще вопрос естественный. Но для меня, как лицо имеющее медицинское образование, достаточно странный. Почему? Потому что у нас лечат не диагнозы в больнице, а лечат больных. Так. И при оказании специализированной медицинской помощи в условиях круглосуточного стационара, а именно так на медицинском языке называется то, о чем мы услышали, да. Значит, случаем является факт обращения по показаниям по госпитализации. И проводится естественно комплексное лечение и сахарного диабета, и гипертонической болезни. Имеет право... Имеет право на бесплатное оказание медицинской помощи по поводу факта госпитализации. Другой разговор. Что явилось все-таки основанием? Это некоррегируемый сахар при сахарном диабете, или это, скажем так, неорегулированное медикаментозное течение гипертонической болезни. Поэтому диагноз здесь основной. Какой-то, скорее всего, будет один, либо конкурированный. Это уже медицина големая пошла, да? То есть врачи должны объяснить? Абсолютно верно. Но для застрахованного лица важно одно. Попав в условия круглосуточного стационара, он ничего с собой не забирает. Ему должны обеспечить нам лекарства. Александр Александрович, у нас времени все меньше и меньше остается. А вот, скажите, бывают ли такие случаи, что даже в обычных поликлиниках не действует полис? Не, бывает такого. В каких обычных поликлиниках? Которые работают в системе? Значит, договоримся. Значит, обычных поликлиник не существует. Есть медицинские организации, которые включены в программу обязательного медицинского страхования. И если эта медицинская организация включена, то там действует полис обязательного медицинского страхования. А вот если вам предлагают сменить полис, говорят, что он старого образца, нужно ли это делать? Опять же, нужно позвонить на горячую линию. Если это действительно полюс 1993 года, таких уже все меньше и меньше, вам просто предложат заменить на новый действующий сегодня новый полюс обязательного образца. Совершенно бесплатно. Но хочу подчеркнуть, но это не значит, что вам с этим полюсом откажут в получении медицинской помощи. Вам должны принять его, оплатить медицинскую, точнее, оказать медицинскую помощь, и дальше уже действовать в соответствии с теми рекомендациями, которые я дал. Вот у нас есть вопросы от портала Ярмама. Вот я попрошу сейчас вывести один из вопросов сюда. Вот скажите, пожалуйста, имеет ли право поликлиники не принимать пациентов из других городов области? К примеру, семья снимает жилье и работает в Ярославле, а прописано в Рыбинске. Могут ли они обращаться в поликлинике Ярославля? Просто бывали такие случаи, когда такой человек приходит в поликлинику с острой болью, а в регистратуре ему отказывают прием и отправляют поликлинику в другой город по месту прописки. Если это неправомерно, как с этим делается? Значит, поясню. Вопрос содержит в себе два, на самом деле, вопроса. Первое. То, что мы читаем, наверное, в приоритетах, вот я бы так обратил внимание, больной посетил поликлинику по поводу острой боли. А острая боль, экстренная медицинская помощь и помощь в неотложных состояниях оказываются вне зависимости от места регистрации пациента. Что могут гражданину порекомендовать? Данному гражданину могут порекомендовать обратиться в поликлинику по месту регистрации при получении плановой медицинской помощи. Да, хорошо. Это с острой боли. А если не с острой боли, он имеет право обслуживаться в поликлинике по месту жительства? Он имеет право обслуживаться при условии, что он туда прикреплен. Так. Прикреплен. Ну, то есть гражданин... С временной пропиской даже, да? Да, совершенно верно. Написав заявление на выбор медицинской организации, написав заявление на выбор участкового врача, гражданин имеет право быть прикреплен к новой поликлинике по месту его постоянного нахождения, да и получает там первичную медико-санитарную помощь. Понятно. А вот отправляясь в командировку в отпуск, гости, нужно ли брать с собой полис МС? Вот в зарубежные страны, что касается... Вы знаете, нужно брать с собой полис МС, ну, наверное, всегда, когда вы отправляетесь в командировку. Что касается зарубежных стран, мы будем говорить, что система обязательного медицинского страхования действует на территории Российской Федерации. Но, если вы оказались в другом городе Российской Федерации, то вступает система, так называемая, межтерриториальных расчетов, и вам будет оказана медицинская помощь, и эту медицинскую помощь просто оплатит территориальный фонд Ярославской области. Ну что ж, спасибо, Михаил Александрович, за беседу. Круг вопросов действительно большой, тема сложная. Я думаю, что ни одного эфира, действительно, мы вас обязательно попросим прийти к нам еще раз на эфир. Здоровья вам, удачи во всем. Спасибо. И всем нашим пациентам. Да, здоровья вам. До свидания. До свидания. Всем известна фраза «Незнание закона не освобождает от ответственности». Перефразировав ее, мне бы хотелось сказать «Незнание прав в сфере ОМС может существенно навредить вашему здоровью». Поэтому повышайте свою медицинскую грамотность и будьте здоровы. Редактор субтитров А.Семкин